Валерий Седов Валерий Сидов 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 но пристава исполнителя он объявлен в розыск. Управление обращается к гражданам. Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону 29 45 00. Долг по алиментным платежам у мужчины продолжает накапливаться. Сейчас эта сумма достигла 120 тысяч рублей. Поэтому фотографию должника и размещают в СМИ. Все по закону. Напоминаем, что в соответствии с федеральным законом 27 июля 2006 года под номером 152 о персональных данных судебные приставы исполнителя в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника. А чтобы не попасть в такую ситуацию, управление рекомендует самим контролировать и оплачивать свои обязательства. Так узнать о долгах можно на сайте ФССП России или через одноименное мобильное приложение. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город. Село Кикино в Кораблинском районе родина священномученика Михаила Чельцова. Местные активисты настойчиво пытаются создать музей памяти, активно принимают участие в субботниках и в недалеком будущем очень рассчитывают на паломничество. Кикино. Спокойное, тихое, а самое главное – священное место. Так говорят сегодня местные жители. Название села происходит от фамилии первых его владельцев бояр Кикиных. Первое упоминание в платежных книгах было еще в 1594 году. Когда-то здесь был большой величественный храм со своим церковным приходом в 2000 человек. Но не сегодня. От былого величия осталось только трапезное. Местный краевед Сергей Панфоров часто, проезжая мимо, хотел заняться восстановлением памятного места. Время пришло. Первоначально церковь здесь каменную строил Михаил Николаевич Семенов, полковник лейбогвардии Измайловского полка, родной дядя и крестный отец Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, известного путешественника. Вот эта часть была уже построена после его смерти. А вообще эта земля знаменита многими выдающимися людьми, представителями рода Семеновых-Тяньшанских и представителями бояр Кикиных. Каждый сезон Сергею Панфорову помогают волонтеры и активисты. Они очищают и благоустраивают территорию. Место под музей почти готово. Нам удалось за пять лет расчистить немножко территорию вокруг храма. Она, конечно, зарастала здесь и крапивой, и бурьяном, и травой. Частично расчистили парк, школа. Здесь находилась церковно-приходская школа при храме. Она действовала до 65-го года в качестве четырехклассной сельской школы. Мы нашли учеников и даже одного учителя в этой школе, который преподавал. Нашли фундамент этой школы и вокруг расчистили территорию, которая заросла американским кленом так называемым. А еще активисты установили несколько информационных счетов об истории села и школы. На школьном стенде даже сделали информационный макет здания. Повесили мемориальные доски и установили памятник в честь священномученика Михаила Чельцова, расстрелянного большевиками в период репрессий. А еще был найден памятник его родной сестры, который тоже установили рядом с храмом. После того, как музей окончательно обустроят, паломники со всей страны смогут приехать на священное место. По крайней мере, местные жители очень на это рассчитывают. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова